Сегодня мы разберем, что делать после дебюта начинающим игрокам. Итак, мы захватили центр, вывели свои фигуры, делали рокировку. Что же делать дальше? Итак, один из самых аппетитных планов игры в Миттельшпиле – это атака на короля. И для того, чтобы атаковать короля, нам нужно подвести свои фигуры поближе к королю соперника. Посмотрим, как это может быть на примере. Итак, здесь белые сходили B3 для того, чтобы поставить своего слона на большую диагональ и, может быть, где-то на G7 поставить маг. А черные пока просто улучшают положение своей фигуры. Ходят слон C6, на ход слон B2 они приметили вот эту вот батарею и пошли слон F8, чтобы защитить поле G7. Но белые не отчаиваются, ходят вперед конем. Мы ведем свои фигуры вперед, для того, чтобы они нападали на фигуры соперника, и тогда есть шанс что-то выиграть. Черные отказываются от размена и ходят конь G4. Но это ненадолго. Мы прогоняем коня пешкой, чтобы их фигуры на наши не нападали, а отходили на свой край доски. Черные забирают слон D5, мы забираем ED, и здесь конь может пойти на F6, либо на E5. Если конь идет на E5, то у нас линия E перекрывается, и мы можем этим воспользоваться, чтобы сдвоиться, или чтобы перевести свою ладью на линию уже напротив короля и тоже ладьей в сторону короля присматривать. Если конь отступает на F6, то тогда можно пойти слон B5. У нас ход с нападением на ладью, который вынуждает практически размен, и после ладья E1, ладья E1 на линии E у нас господствует белый. Но черные сходили A6, чтобы прогнать этого слона, Йон не мешал ферзю выйти на D7, потом, возможно, ладья на E8. Мы тогда слоном отступаем не на C4, чтобы он в свои пешки упирался, а на D3. Снова подводим наши фигуры, чтобы они смотрели в сторону короля. Ферзь D7, ферзь H4. Уже грозим забрать и поставить мат, поэтому черные сходили H6. И здесь, в принципе, можно было бы выиграть пешку, но как-то белые подумали, что маловато всего лишь пешку выигрывать, и пошли ладья E3 подводить вперед еще ладью. Напишите, кстати, в комментариях, почему здесь черные не могут пойти конь D5. Как на это ответят белые? Черные испугались ладьи и убежали королем на H8. Но ладья шла не на G3, а на F3 нападать на вот этого коня. А в чем же здесь проблема? Если черные, например, просто выведут свою ладью на открытую линию, то белые могут уже съесть этого коня. И выясняется, что же брать нельзя, потому что после персев 6 король G8, перс H8 будет мат. Вернемся назад. А черные раскусили план белых и пошли конем на G8. Тогда мы подводим еще ближе свои фигуры. Перс H5. Так он еще и на пешку F7 нападает. И пешка F7 остается без защиты. Если вернуться конем, чтобы ее защитить, то все равно может пройти жертва ладья F6. GF, слон F6. Король G8. Мата вроде нету. На ферзь G4 заберут ферзь G4. Но есть ход слон F5. После которого ферзем приходится уходить с этой диагонали куда-нибудь. И уже идет мат, ферзь G4, слон G7 и ферзь G7. Итак, у нас есть первый план. Это подводить свои фигуры к королю соперника и стремиться его атаковать. Если нет возможности атаковать короля, тогда можно искать разные тактические возможности и ставить сопернику ловушки. Кстати, видео про ловушки я записала. Можете нажать на ссылочку и посмотреть. Ставить сопернику ловушки для того, чтобы выиграть какую-нибудь пешку или фигуру. А потом уже с большим материалом. Либо разумеется переходить в эндшпель, либо идти атаковать короля и с лишней фигурой уже его заатаковывать. Итак, перед нами следующая позиция. Здесь ход черных. Вроде бы всего поровну фигуры стоят симметрично. Не считая того, что у белых ферзь стоит на D3. И, конечно, здесь можно попробовать как-то создать атаку на короля. Но пока что висит. Да, взятие на C6. Можно там, например, разменяться. Попробовать подойти ферзем на H4. Как-нибудь, может быть, потом ладью перевести. Но черные здесь нашли более выгодный план на то, чтобы выиграть материал. Они играют конь Е5, ДЕ и забирают слон С3. После БЦ у белых остается разрушенная пешечная структура, а сдвоенные пешки, изолированная пешка на А2 и сразу же одну из пешек можно выиграть с помощью хода С6. Слон попался в ловушку. Он может пойти только на А4. И на это черные подготовили перси А5. Нападение на слона и на пешку. И пока слон будет спасаться, пешка уже не спасется. И таким образом с лишней пешкой можно потихоньку уже переходить в Эншпиль и там ее реализовывать.